Здравствуйте, Арсений Селезнев-Зировой. Пишу это для выживания, для выживальщиков. Сейчас накладываются два фактора, это ковид и цена нефти. Во многих странах, я считаю, что во многих постсоветских странах, такие как РФ, Беларусь, Украина, Казахстан, может быть Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, ляжет экономика. Такое, можно сказать, что как преддефолтное состояние. Везде оно по разным причинам состоится, скорее всего, но вполне может быть. Поэтому я рекомендую не хранить деньги в сберегательных кассах. Это во-первых. Во-вторых, перевести из национальной валюты в что-то более твёрдое. Если, допустим, вы хотите отремонтировать дом, давно собирались, но у вас что-то где-то задерживало, купите материалы. Это лично мое такое мнение. Я так поступил, закупил. У меня есть строительные материалы. Расходники. Расходники будут всегда в цене. И они так не обесценятся, как национальная валюта, так скажем. Что ещё можно? Вот, допустим, я купил много корма для кур. Дёшево купил. Довольно дёшево. С доставкой. Тоже рекомендую. Если вы занимаетесь чем-то конкретным, купите расходники, что-то конкретное, запаситесь технику. Если вы хотите купить, допустим, б.у. техника, вот как это сделал Мурдерсан на своём лайв-канале. Если Александр покупает бензопилу, почти новую, так скажем. Я считаю, это хорошее вложение. Можно будет с помощью работать. И, в принципе, это будет полезно в состоянии кризиса. Дефолт не обязательно будет. Но, в принципе, инфляцию никто не отменял. Инфляция идёт постоянно. Допустим, на доллары где-то в районе 5%. Может быть идти в год, может быть больше. А в национальных валютах ещё больше. Что ещё главное посоветую? Не вкладывайте всё в одну корзину. Как говорится, нельзя ложить яйца в одну корзину. Потому что, если корзина вдруг упадёт или как-то сдвинется, яйца могут себе побиться. Точно так же ваши все вложения могут пойти все крахом. Поэтому, посмотрите, определитесь, во что вы будете вкладывать. Не держите огромных сумм ни на руках, ни на счетах. Счета только для оплаты коммуналки, как у меня. Допустим, я держу на счету деньги только для оплаты коммуналки. Остальные обналичиваю. Наличку сливаю в товары. Так что, чтобы был какой-то баланс. Допустим, сейчас я покупаю муку. С этой муки пеку блины. И таким образом мы хорошенько экономим на хлебе. Хлеб сейчас, я бы сказал, не очень такой вот дешёвый. Разные мы покупаем. Разные типы хлеба. В основном чёрные. Но блины получаются белые. Блины хорошо тем, что идут яйца туда. И я считаю, что это хороший антикризисный продукт. Ко всему этот кризис может быть затяжной. Поэтому ищите себе какую-то работу, которая будет популярна в кризис. Это развлечение. Обслуживание. Доставка. Ну и питание. Всё, что связано с питанием. Можно сказать, что мне тоже предложили интересную такую работу. Но тот, кто предложил, сейчас колеблется. Поэтому я не буду говорить, что. Если всё наладится, тогда уже станет ясно. Тогда уже сами всё увидите. А если нет, ну что ж, так тому и быть. Будем искать что-то другое. Всегда старайтесь найти ещё одну какую-то работу. Ещё одно какое-то занятие. Потому что наш мир не постоянен. И хорошая новость в конце. В конце должна быть хорошая новость. Возможно, дефолт будет не сразу, а где-то после 9 мая. Я так думаю. Может быть, его не будет. Но всё равно. Экономика восстанавливаться будет мировая очень долго. Поэтому всё завязано одно на другом. У вас есть ещё время подумать. Я думаю, что до 1 мая точно есть время подумать. Поэтому думайте, но недолго. С вами был Арсений Селезнёв-Зиробой. Это было специально для выживальщиков, тех, кто любит выжить любой ценой. Смотрите обновления. Пока!